Тумсу, а какая нам разница, что на Ближнем Востоке? Разве когда мусульмане Кавказа воевали одни против России, хоть одна мусульманская страна чем-то кроме слов помогала, почему мы должны о них переживать? Так, аноним. Ас-саламу алейкум. Израиль для палестинцев это то же самое, что и Хамас для израильтян. Если вы спрашиваете, так что делать с Хамас, то так же люди с другой стороны спрашивают, так что делать с Израилем? Я об этом и говорил, что ладно, вопрос-то ставится, но ответ, вот что важно, каков ответ на этот вопрос? На эти вопросы не может быть ответа, мочить всех, не может быть такого ответа. Потому что этот ответ, он перечеркивает абсолютно все правила ведения войны, вообще какие-то принципы гуманности, человечности, он все полностью перечеркивает. И если кто-то считает, что он может в ответ, допустим, это делать, то он должен понимать, что тот, кто ему это сделал, он тоже делал в его понимании это в ответ. Поэтому это неприемлемая логика. Надо, в принципе, как-то вообще уйти вот от этого оборота, типа мочить всех. Можно мочить всех, вот это вот понятие, его быть не должно. Нельзя. Нельзя этого просто делать. Сегодня я видел молодого палестинца, который потерял 37 членов своей семьи. Как вы думаете, у Хамаса возникнут проблемы с его вербовкой? Когда он возьмет в руки автомат, его назовут террористом. Гурон. Если бы у Палестины было больше денег и влияния, то украинцы без сомнений поддержали бы Палестину, а тут нечего клянчить. И плюс тут мусульмане, а полукраины евреи, и плевали они на мусульман Украины. Во-первых, я благодарю всех, кто задавал вопросы в донат серии с Баракаловым веком. Смотрите, бывший Гурон, это такая просьба к тебе тоже. Сейчас, если попытаться, вот смотри, когда я сейчас мог бы по поводу Украины просто сейчас вот шашкой отмахаться, и на самом деле я отписался от всех украинских групп, когда вот начались вот эти события в Палестине, отписался от всех телеграм-каналов, имеется в виду, которые освещали события в Украине. Потому что я видел вот эту несправедливость, как они несправедливы, что они там пишут, и просто отписался от всех. И если я сейчас вот так отмахаюсь шашкой, конечно, есть много что сказать, и можно очень там больно говорить, по делу говорить, но надо помнить, что там очень много наших братьев, которым некуда деваться. И вряд ли вот этот наш спич, и то, что мы говорим вот в таком тоне, вряд ли это пойдет им на пользу. У них, к сожалению, нет такой возможности, они не могут собраться все вместе и сказать, так, позиция нас не устраивает, нам не нравится, поэтому все, мы пошли. Потому что большинство, ну, может, не большинство, но огромное количество этих людей, это, ну, они не имеют никакой вот возможности оттуда выехать просто. Ни документов, ни, в общем, люди с проблемами. Поэтому нам надо говорить то, что не будет разжигать. Разжечь очень легко. Если мы скажем, надо понимать, что в ответ нам тоже скажут. Там не будет такого, что посмотрят и скажут, ну, действительно, ребята, правы, такого не будет. Такого, как правило, не бывает. В ответ еще больше разжется. Надо будет также отвечать еще сильнее. И выиграет от этого всего наш общий враг. Поэтому, как бы обидно не было, а мне очень обидно, очень в лагере обидно, очень хочется, но я вот так вот взял, сжал эту обиду, вот это все вот так вот, понимаешь, заглушил и ничего на эту тему не публиковал. И даже то, что сейчас вот говорю, пытаюсь говорить, выбирая выражение, чтобы ни в коем случае не разжечь. И поэтому я призываю тех, кто вот пишет комментарии, тоже делайте это так, думайте о тех людях, которые там, и думайте о том, что если вот это пойдет уже, тема, кто в конечном итоге от этого выиграет. Даже Арестович топит за израильскую армию, говоря, что они не нападают на мирных жителей. Теперь он эксперт в этом конфликте. Хамас только усилится. Надо прекратить это кровопролитие. Мир всем. Смотрите, Израиль не мог оставить без ответа это нападение. Я согласен, не мог. А Хамас прикрывается мирным населением, окей? И у евреев есть ответ. Лучше умрет арабский ребенок, чем еврейский. И их можно понять. Ужасная реальность. К сожалению, если ты считаешь, что их можно понять, то ты должен также понять и противоположную сторону. Они могут также руководствоваться, что пусть лучше умрет еврейский ребенок, чем арабский. У них же тоже может быть тогда такое же. Неужели мы, ладно, они там в порыве вот этого, этой вражды, допустим, им крыши снесло, но мы со стороны, нам-то не должно крышу сносить. Мы-то должны понимать, что ребенок, не еврейский, не арабский, не должен нести ответственность за действия своих отцов, грубо говоря, да, утрируя. Понятно, что там даже не отцов. За действия правительства своего, за действия, допустим, не Таняху, не должен нести ответственность на урожненный, там, израильский, еврейский ребенок. За действия Хамаса, не знаю, кто у них там во главе. За его действия не должен нести ответственность арабский ребенок. Мы-то с тобой должны это понимать. Ладно, окей. Если ты даже хочешь там, как бы, сказать, что там сейчас накал, они, может, не понимают. Они-то не понимают. Мы-то должны это понимать. Мы ведь должны транслировать правильную позицию, а не людоедскую. Мы-то не должны вот так вот освещать. Эти убили, а эти погибли. Эти убивают в ответ на. Вот так мы не должны ведь это делать. Потому что я тоже отписался от всех украинских спикеров. Я был одним из тех, кто поддерживал Украину. Но по факту так оно и есть. Если Украина позиционирует себя борцами за справедливость, то надо быть такими во всем. Я с этим, я с тобой согласен. Конечно, надо. Надо, конечно. И даже дело не в том, там, позиционирование себя. А дело в том, что когда ты ведешь борьбу с оккупантом, ты в тех конфликтах, где есть тоже оккупация, причем вообще она признана всем миром, понимаете. Оккупация палестинских земель Израилем, это вообще международно признанный факт. И в этой ситуации поднять израильский флаг, высказать абсолютную поддержку, сказать, что там право на защиту своих территорий, это, конечно, это было недопустимо для Украины. Это фатальная была ошибка, которая, к сожалению, в будущем даст на себе знать. Ну, что, какая нам разница, что на Ближнем Востоке, разве когда мусульмане Кавказа воевали одни против России, хоть одна мусульманская страна чем-то, кроме слов, помогала, почему мы должны о них переживать? Ну, я тебе скажу сначала, почему мы должны. Мы именно должны, мы обязаны переживать за мусульман, потому что пророк сказал, что умоподобно телу. И когда болит одна часть, то лихорадит все тело. Поэтому да, мы должны и обязаны. Это то, что касается переживания, боль мусульман в любой части этого мира. Она должна отзываться у нас. Ну и вопрос о том, кто что делал, когда мы воевали, поддержка. Надо разделять между властью и людьми. Я, у вас же, наверное, нет ни у кого подозрений в том, что я мог бы там симпатизировать Хамасу или палестинской вот этой администрации. Для меня это абсолютно неприемлемые люди. Палестинская администрация, если кто-то не знает, совсем недавно дала звезду Иерусалиму. У них есть эта высшая награда. Типа как у нас Омэн Си, там, как герой России в России. Вот такая вот высшая у них награда. Они повесили ее матери Кадырова. В завязке с Кадыры, вон там, тот приезжает. Короче, такие отношения. То есть у вас же, вы же понимаете, как я к ним отношусь, мое к ним отношение. Хамас, который еще похуже и в своих действиях, в своих убеждениях. То есть из-за того, что вот этих людей, точнее вот этих организаций, силы, из-за того, что я им не симпатизирую, теперь мне что, радоваться гибели палестинцев обычно? Ты понимаешь, что вот эта вот позиция Чечня, это внутренний вопрос России, который высказали и хамасовцы, и эта палестинская администрация? Я не могу ответственность за это повесить на всех палестинцев, понимаешь? Поэтому, да, у меня это отзывается. Но ты прав, лучше не разжигать, а Украине желаю победы и лучшего понимания человечности и справедливости. Субтитры создавал DimaTorzok